Церковь Церковь, наша церковь, и меня это радует, что церковь не теряет свои формы, церковь не разочарована, церковь не строит на человеке, и это очень важно, она не строит на какой-то личности. Вы знаете, любая церковь ущербна, если люди строят на каком-то священнике, на каком-то проповеднике, и говорят, вот наша церковь хороша, потому что там есть кто-то. Слушайте, церковь хороша, потому что там правда есть кто-то, и это совсем не пастор или служитель, а это сам Христос. Ради него мы приходим, ради него мы поклоняемся, ради него мы здесь, и хорошо, когда вот в этой общине же, которая служит Христу, есть люди замечательные, яркие, служащие Царю. И вы знаете, прямо вчера я был на служении в Москве, в Москве прошла конференция, вот несмотря на пандемию, несмотря на те события, что сейчас есть, прошло, там более двух тысяч человек было, и ваш покорный слуга был приглашен там быть спикером, проповедовать. Это славно, на самом деле, славно, когда люди давно друг друга не видели, такое прославление, все собрались, и меня вез на машине брат. Один брат таких крупных размеров, знаете, покаялись, и вот он такой крупный мужик, везет меня на машине по Москве, и там нас кто-то подрезал, что-то там произошло, ну что-то произошло на дороге, я сразу не понял. И только окно опускается, представьте, я проповедник, еду на служение, меня везет брат во Христе крупных размеров, окно открывается, и там такой отборный мат. Я-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ля-ля-ля. И я аж, опа, потерялся. Этот брат такой, раз уж окно закрыл, ну там что-то сказал, потом добавил, говорит, а мне не липнет. И я думаю, слушайте, так здорово, когда к нам не липнет, к нам вообще не должно липнуть. Ничего, вот, все, что нам, мир, навязать нам, вот, свою философию, свое представление, мир пытается, вот, чтобы нас, мы почувствовали себя липкими, липучими. Но, друзья мои, во Христе Иисусе все это отлетает, отпрыгивает. И тогда давайте вот жить во Христе. Аминь. И я рад вас всех видеть, всем вам привет, от всех тех, кого я где-то видел. И мы к нашей теме, к нашей теме. Сегодняшняя тема у нас, тема месяца, это тема семья. И о семье нужно говорить детализировано. Говорить о семье так, чтобы мы не только говорили, но и жили с семьей. И я молюсь и прошу, чтобы Господь благословил нас. Отец, благослови сегодняшнее слово. Дай нам, Господь, Твое назидание, Твой дух, Твою жизнь. Да придет, Господь мой, Твое вдохновение для каждого из нас. Аминь. Аминь. Мое слово называется «восстанавливая образ семьи». Вы знаете, восстанавливая вот тот образ, который был запланирован даже не нами, вот не людьми, не тобой, не ты придумал это все. Это было все в мироздании. Бог сотворил человека и сотворил его не просто вот одного мужчину и не одну женщину, сотворил мужчину и женщину, как семью. И вот семья это для нас сегодня такой серьезный вызов, потому что мы живем в том мире, где средства массовой информации все больше и больше работают на то, чтобы семья, как вот этот институт, больше не существовал. Мы с вами вошли вообще в такую эпоху, когда, приходя к психологу, ты можешь получить легко такую консультацию. Ой, ты страдаешь, дорогая, ой, ты страдаешь, ты достойна лучшего. Бросай его, бросай. Ты найдешь другого лучше и красивее, и умнее, и богаче. И женщина раз убегает туда, к мужике, то же самое. Меняй ее, меняй, ты найдешь лучше. Сегодня люди идут по пути наименьшего сопротивления. Ну вот я читаю Библию, мы с вами прочитаем место Писания, одно, которое как будто бы к семье не относится, но очень сильно относится. Апостол Павел пишет письмо, пишет письмо своему ученику Тимофею. И это письмо, как и многие его другие письма, вошли в канон Нового Завета. И мы эти письма воспринимаем как слово Божие, потому что апостол Павел был... И вот в Новом Завете есть целый, целый блок таких писем. И вот в этом письме он говорит, и оно часто относится к последнему времени, этот блок. Второе Тимофею, четвертая глава, второго стиха. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Вот такой первый стих. Вы знаете, мы живем в такое время, когда люди стали очень чувствительными. Люди вот, им нельзя ничего говорить поперек, им нельзя сказать увещевание, назидание, они сразу как-то реагируют. Но мы вошли в мир чувств. Я всегда говорю, чувства, ой, я чувствую, вот так нельзя, вы раните человека, ой, вот так нельзя говорить. А вот нельзя гладить против шерсти. Слушай, ну если ты даже кошка, тебя гладят против шерсти, может быть только потому, чтобы ты, дура, развернулась в другую сторону. Даже кошка это должна понять. Надо развернуться, и тогда все будет по шерсти. Но мы что-то вот всегда, нас как будто гладят против шерсти. Сам Бог тебе говорит, встань в правильную позицию, и тебя будут гладить по шерсти. Но ты упорно стоишь в другую сторону. И апостол Павел пишет здесь такие интересные слова, удивительные. Смотрите, слова, в которых нет так много мотивационных речей, вдохновения, какого-то легкого назидания, что сегодня ожидают люди от проповедников. Пастор, ты вдохновляй, резкости не говори, ты вот как-то полегче, чтобы народ как-то воспринимал все полегче. Но мой оттезка, апостол Павел говорит, вот только единственное вменяемое слово, проповедуй слово. Все остальное, настой вовремя и не вовремя. Настой, как настойка, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ну ни одного приличного слова. Сплошные наезды. И это то, что требовалось от апостола Тимофея. Вот уметь с людьми разговаривать так, чтобы им было хорошо. Им было хорошо. Но когда ты это говоришь, часто нехорошо. Обратите внимание, все заповеди звучат, как какой-то негативный посыл. Не убивай, не пролюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, не-не-не-не-не-не-не-не. Бог, ты что, жизнь мне хочешь испортить? Он говорит, да я это тебе говорю, чтобы тебе было хорошо. Чтобы тебе жилось нормально, поэтому так много не. И Павел говорит, я увещеваю, назидаю, наставляю тебя. Вы знаете, мы всегда думали, как пасторы, мы должны всех вдохновлять. А я однажды думаю, а что это я должен всех вдохновлять? А меня кто вдохновит? Меня вот что-то только крепят, а я всех должен вдохновлять. И вы знаете, удивительно, что когда Бог говорит что-то не делая, это значит, он сам этого не делает. Это его природа. Если он говорит, не кради, значит, он не крадет. Не убивай, значит, Бог не убивает. Вот это та парадигма, где мы живем в каких-то рамках, но люди хотят свободы. Свободы от всех условностей. Я как птица, как орел, лечу в свободе. Я летчик, вот в своем корабле воздушном лечу, хочу вверх, хочу вниз, хочу влево, хочу вправо. Вот так я и в семье живу. С кем хочу, с кем и сплю. Хочу с мужиком, хочу с бабой. Какая разница? Я же свободен. Я говорю, слушай, если ты такой свободный, если ты уж себя сравнил с самолетом и с летчиком, то даже летчик любой хочет где-то приземлиться. Ему нужно где-то найти какую-то взлетно-посадочную полосу с понятными фонарями. Ну так ведь или нет? Фонари должны быть. Если не будут так, то будут под глазами точно. И вы знаете, удивительно. Вот говорю, ладно, ты летчик, вот летаешь как хочешь, где хочешь. А потом говоришь, сажусь. И представь на минуту, диспетчер тоже свободный человек, как и ты. И диспетчер говорит летчику, а, садиться хочешь, да, устал летать, устал. Ну садись. Где садиться? Да где хочешь. Вон кукурузное поле есть, вон московское шоссе есть, можешь там присесть. Любой летчик скажет, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тормози, мне нужно четко понимать, где садиться. Он говорит, ладно, ладно, аэропорт Стригина, вот там садись. И даже этого будет недостаточно. Летчик скажет, не шути так, какая моя полоса, первая, вторая, с какой стороны. То есть человеческая душа, она все равно хочет. Вот какие-то приземления посадочные. И вот так же в семье, братья и сестры, мы с вами должны знать, где мои взлетно-посадочные полосы. У жены, у мужа, у детей. И если они в них никак не разберутся, то точно будет авария. И авария международного масштаба. И вы знаете, но сегодняшнее общество, оно как будто кричит, проповедует. Да ладно, семья не нужна. И вот эти импульсы, они прям обманывают нас сто процентов. Я всегда привожу этот пример, если вы его даже забыли, вспомните. Я всегда это, вот мои глаза, они сразу видят. Вот я прихожу в фильм какой-то американский смотреть, голливудский. Вот как будто пропитка идет нашего сознания. Смотришь, фильм, ну вообще о другом. Джек спасает мир, Джек от инопланетян спасает, Джек с бандитами борется. Речь вторично, о чем идет фильм. Первично он идет к своей бывшей жене. В начале фильма он собирается, одевается, зубы там почистил. Куда он идет? К бывшей жене идет. Он приходит к бывшей жене, чтобы взять ребенка. Она открывает ему дверь и начинает заниматься моралистикой. А он говорит, ой, Джек, если бы ты кофе приносил мне в кровать, дарил бы вот это всего. То есть баба отчитывает, какой Джек плохой. И главное, отчитывает все в какой-то ерунде. Ей бы моего вот папу, как мужа, 40 лет бухать. Это вам не спортом заниматься. Тут здоровье нужно. 40 лет! Мой папа с утра попьет водички и на работу. С работы практически на рогах. И мама его бьет, всегда бьет. Вот, думаю, были женщины в русских селениях. Я спрашиваю, мама, ты собиралась уйти когда-нибудь? Она говорит, уйти нет. А вот прибить его много раз хотела. Вот это было поколение. И мама говорила, куда я уйду? У меня трое детей. Я никуда не уйду. Во всех семьях, знаете, раньше там кто-то рассказывает, кто-то пьет в семье, то папа пьяный гоняет маму. У меня все было наоборот. Всегда трезвая мама гоняла пьяного папу. Постоянно. И вот этот Джек, возвращаемся к Джеку. Он приходит, он что-то какого-то косяка дал, но она ему уже его отчитывает. И самый главный ключевой момент, обратите внимание, она всегда замужем. Она всегда уже живет с новым чуваком. Всегда. И то есть мораль. Будешь себя плохо вести, Джек, Коля. Вася, Сережа. Я схожу к психологу, и он скажет, поменяй его на кого-нибудь другого. И жизнь прекрасна, там новые ощущения, эффект новизны. Только одна проблема. Одна проблема. Ты всегда будешь менять кого-то, но не менять себя. Если ты не меняешь себя, меняешь всегда кого-то, и не борешься с трудностями, а идешь по пути наименьшего сопротивления, то в конце твоей жизни ты останешься одиноким и никому не нужным. И поэтому, знаете, жизнь такая штука, что в ней нужно уметь сохранить вот образ. Сейчас, послушайте, образ. Под образом я подразумеваю некую икону, образ, который стоит перед твоими глазами, как маяк. Вот в том волнующемся море, который говорит, слушай, моряк, держись, все будет хорошо, потому что маяк вот тот не зря стоит. Он не болтается. Волны болтаются, а маяк стоит твердо. Слово Божье, оно стоит твердо. Оно никуда не денется. Как он сказал, что сотворил мужчину и женщину, значит, он сотворил мужчину и женщину. И другого не дано. И первый мой тезис, который вы можете записать, запомнить, вдохновиться, он звучит так. Только церковь имеет подлинный образ семьи. Только церковь. Вы больше нигде этого образа не увидите. Его нет, не существует в природе. Если ты живешь в западной культуре, такой вот, или в какой-то просто либеральной культуре, ты увидишь, там вообще понятие семьи расплывчато. Люди даже не понимают, кто папа, кто мама, кто две мамы, два папы, три мамы. Не надо никаких пап. Это друг или подруга. Ты ничего не поймешь. И я знаю это не понаслышке. Я приезжаю порой к христианам, которые ходят в церковь. Потом приходишь к нему домой. Ты прямо, он говорит, с моей женой, все. Ты приезжаешь, узнаешь, что это уже третья какая-то дама. Вроде пару лет назад другая была. А это то, что ты говоришь, что та жена была. Он, ну какая жена? И та не жена, и эта не жена. И в голове такая каша. Ты ничего не можешь объяснить. Потому что люди так живут. У них нет этих образов. Я сейчас не про всех, а вообще про общество. Хорошо, восточный мир. Вот туда оглянемся. Ехал недавно опять с таксистом. И вот он мне тоже рассказывал. Мы за семью традиционную, восточные люди. Я вот прям не выдержал буквально. Ну хотел с ним поговорить, но чувствую идиот. А с идиотом, знаешь, спорить. Вот он тебя спустит на свой уровень и там задавит своим опытом. Думаю, лучше не буду. И, ну хотелось сказать, что, ну какой образ восточной семьи? У вас жен куча. И ты мне доказываешь о том, что все жены счастливы и довольны, все женщины. Все у нас в семье довольны. Слушайте, ну спросите нормальную женщину. Я не поверю. Она готова прям быть третьей, пятой, шестой женой у одного мужика блудливого. Да вряд ли. Душа человека не согласна с этим. Наши женщины согласны. Они согласны, потому что ты ее за мебель держишь. И запугал ее. А если дашь ей нормальную свободу, она дня с тобой жить не будет, если у нее появится вариант. Поэтому возникает вопрос, ну кто нам даст образ семьи, где одна женщина и один мужчина? Где? Да ребята, мы забываем, что это мы взяли со страниц Библии. Это не производная какая-то человеческого разума. Мы не придумали просто, как вы знаете, какой-то эталон человечество придумало. Люди это прочитали на страницах Библии. Сотворил Бог мужчину и женщину. Сотворил их Адам и Еву. И люди говорят, так вот как должно быть. Да, именно так. А в чужих культурах порой там вообще такое, такие финты выдаются, что мы порой не зная, что мы заложники европейской культуры и европейского христианской цивилизации, что мы это носим в своем ДНК. Даже неверующие люди живут один мужчина и одна женщина, сами не понимают, что они производные вот этой иудеи-христианской культуры. А когда вот такие штучки происходят, тогда казусы становятся. И вот я помню, расскажу историю. В 70-х годах КГБ работало серьезно в советской эпохе. И вот КГБ всегда кого-то хотело на крючок держать. Знаете, как такая организация. Раз поймал, какой-нибудь компромат сделал против человека особенно известного. И все, и он уже не рыпнется. Если что, компромат готов на него. И вот тайский принц в 70-х годах прилетел посмотреть на Советский Союз. Приехал в Москву, смотрит. Ему, конечно же, сняли большой номер, все как положено. Советская эпоха, он заехал в этот номер, даже в 70-х годах уже умели ставить скрытые камеры. Вот наставили, нашпиговали скрытыми камерами весь его огромный номер. Ну и туда запустили верных комсомолок послужить партии, соответственно. Что нужно сделать с этим тайским принцем. Они там чудно повеселились. Ну и когда он уже улетал из Москвы, сотрудники КГБ ему в аэропорту говорят, вот здесь видеокассета, посмотри на досуге дома. И вот, теперь знай, что мы тебе скажем, то и будешь делать. А иначе эта видеокассета сначала в руках твоего папы появится. Какой позор-то будет у короля Таиланда. А потом вообще на весь мир покажем. Это будет караул. Парень сам не знает о чем речь. Прилетел домой, поставил видеокассету. Ба! И говорит, хотел папе рассказать, думал не поверит, что я один, да так много могу. Он к папе с этой видеокассеты. Папа! Я, знаешь, какой кабан. Я за раз столько сделал. О, подтверждение кассета. Папа глянул. Так он с обращением чуть ли к народу обратился. У нас растет верный наследник. Верный. Он слетал в далекую Москву. Там такого натворил. Такого теперь гордость меня распирает. Думайте, неправда. Видеокассета. Подтверждение. Если кому надо, размножим. И несолно хлебавшие наши думают, надо же, не уловили. Почему не уловили? Да потому что понятия семьи у них и у нас разные. Вот и все. Здесь очень простой ответ на этот вопрос. И по этой причине, друзья мои, первый тезис важный. Да только мы, вот только церковь, только христианство имеет этот образ. Не все в него вдаются. Поэтому сатана и нападает на семью. Он пытается развалить этот первичный образ. Возвращаемся к драгоценному Тимофею. И Павел дальше говорит. Второе Тимофею, четвертая глава, уже третий стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот интересно. Апостол Павел говорит ему. Говорит, ты знаешь, будет время, когда здравости не будет. Кто это сказал? Это сказал религиозный деятель. Это не сказал какой-то, знаете, атеист про ненормальных религиозных фанатиков. Это сказал человек, который является частью церкви, епископ. Он говорит, будет время, когда люди будут нездравые. Они будут какие-то, может, духовитые, а может, не духовитые. Но будут элементарные вещи, просто не понимать. Смотреть на них, как баран на новые ворота. И говорит, и будут принимать учителей по своим собственным прихотям. Вот, лишь бы льстили слуху, как сказано. Хорошо все. Вдохновляй нас, пастор. Аллилуйя. Чудно все. Все у нас хорошо. Да, греха не существуют. Нет. Мы все. О, ты сблудил, бывает, бывает. Я сам мужик, все понимаю. Конечно же. А, развелись. О, сестра, как он измучил тебя. Все, бросай. Ты готова к лучшему. Так говорит Господь. Пророчество в последнем времени. Да, да. Женщина будет свободна от этого мужского шовинизма. И вы знаете, и люди как будто бы наседаются. Как будто бы. Но на самом деле разрушаются. Разрушаются, потому что телевизор им диктует свое. Сегодня телелживость, она стала какой-то частью повседневной жизни. Телелживость действует на нас. Она фиксирует сознание наших детей. Вы знаете, я вообще думаю, вот телевизор дома держать, это все равно, что запустить в дом незнакомца, который с утра до вечера с твоими детьми общается, когда тебя нет дома. Объясняет, как им надо жить. Говорит им какие-то пошлые шуточки. И у них формируется представление, что счастливая жизнь, это менять партнеров постоянно. Главное быть крутым мачу. И попивая пиво, отпускать такие, не прибудешь классный парень. Вот по этой причине у меня дома телевизора нет. Я не хвалюсь, но я просто его убрал. Я думал, зачем мне этот вот этот вот... Но он, правда, через интернет прет. Он уже через другие пути. Но потом разговариваешь с психологами. Они говорят, вы знаете, на самом деле мы преувеличиваем влияние телевизора на сознание наших детей. Это преувеличено. Нет, нет, нет. Ну не может так вот. Вы думаете, насилие целыми днями показывается, и вот это фиксируется в сознании детей. Нет, это не так. Я думаю. Но они же сами верят, например, в рекламу. 30-секундная реклама по показе Кока-Колы поднимает продажи Кока-Колы. Это все знают. И вызывает жажду. Сидишь, смотришь фильм, клубки на путешествии какой-то. Вдруг пейте Кока-Колу. У тебя просто жажда появилась. Сразу в холодильник лезешь. Слушай, 30 секунд на тебя влияют. А целый день насилия и секса, нет, не влияют. А потом мы удивляемся, почему у нас семьи вот такие вот какие-то, знаете, ненормальные в нашем обществе. И нам сегодня даже в церкви нужно уметь хранить семью, потому что это нелегко, это трудно. Не теряю вас, дорогие мои. Поэтому мы порой несчастны, потому что с нами происходит, вот как в той поговорке, вскрытие показало, что пациент умер по причине вскрытия. Друзья мои, нам нужно прийти в себя в образ, образ семьи. Семья – нелегкая штука, но это единственный путь, чтобы в конце мы оказались счастливыми. Но об этом позднее. И тезис очень важный. Семья – это первый вызов теории эволюции. Именно семья – это первый вызов теории эволюции. Я учился в университете, да и в школе, и помню этот курс эволюции, да и, наверное, и сегодня в школах это все проходит. И вот нам как-то все это красиво рисуют. Как вначале был большой взрыв, потом от этого взрыва газовые облака сформировали звезды, звезды планеты, миллиарды лет. Потом завелась эта бацилла, инфузория туфелька, выпрыгнула из H2O, что-то у нее там выросло. И по программе мутации у нее там появлялись клещи, щупальцы, которые потом как-то вот трансформировались мутационным образом в наши ноги, руки. И вот мы стали теми, кто мы есть. Вот примерно такая теория. Она сразу у меня вызывала отторжение, потому что я говорил, ну если так все самой получилось, само собой, откуда понятие морали? Почему есть страдания? Почему есть свобода воли? Почему у людей есть сострадание? Вот откуда все эти наборы понятий? Почему мы вообще говорим, это хорошо, это плохо? Тогда как атеисты вы можете оценивать, что Гитлер был плохим человеком. С чего вы взяли? Он хотел добра для своей страны Германии, поэтому убрал всех лишних. И мы вот каким-то образом путаемся в этих понятиях. Но смотрите, четко звучит с небес на основании Библии, что Бог дал закон. Бах, закон. Он сказал, что такое хорошо, что такое плохо. И мы все в нашей душе чувствуем, что это так. Но второй момент, который для меня не менее важен, второй момент это, почему в такой сложной эволюционной цепочке появился мужчина, появился мужчина и появилась женщина. Зачем? Зачем такой сложный процесс воспроизведения себе подобных? Если вдуматься, это же, да, я понимаю, что половые органы это тема проповеди с кафедры. Ну, физиология есть физиология. Но это реально то, что меня вдохновляет как человека. Почему так сложно? Зачем у женщины такие сложные складочки, клеточки, где рождается яйцеклетка в течение месяца? А потом, если не оплодотворяется, уходит. Ага. Кто придумал? Зачем мужчине... Вот, я не знаю, как это сказать. Простите, я проповедник, а что стесняюсь, меня все смотрят. Ну зачем? Этот сложный орган, он для чего-то же должен быть. А пастор, как так неприлично? Но я смотрю, даже в Библии написано, если женщина схватит за нескромный ут человека, то побить ее камнями. В моей Библии так написано, и в вашей, кстати, тоже. И вот этот нескромный ут, представьте, в определенный момент выбрасывает определенное количество сперметозоидов. Я когда задумываюсь, что количество сперметозоидов порой доходит до 300 миллионов за одну эякуляцию. 300 миллионов. Вот только вдуматься в цифру. 300 миллионов. Это как жители Соединенных Штатов Америки. Вот 300 миллионов примерно, ну там чуть больше. Вот представьте, в определенный день, момент эякуляции в Соединенных Штатах, собрали всех жителей США, от больных до здоровых, от хромых до бегунов, от белых, черных, дети, старики, все собрались, больные, здоровые, в забег на 100 метров. Кто самый быстрый? И вот они все собрались, им сказали, на старт, внимание, марш. И они все побежали за кубком. Это то, что происходит в момент эякуляции. Пум! 300 миллионов сперметозоидов и у каждого свой ДНК. Свой индекс. И они все бегут, 300 миллионов, бегут, 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 бегут. И чук, один оплотворяет эйцеклетку. Представьте, точно так же, как в США, один раз и схватил кубик. Представьте, какая слава у него. Его бы назвали самый быстрый человек Америки. Его бы приглашали во все студии, шоу. Он бы сидел с этим кубком. Ему говорили, ну как, как? Из всего, из всей страны вы самый быстрый. И он, вот так. И вот представь, это ты. Это про тебя. Это история вот про тебя. Ты однажды уже участвовал в этом забеге, только ты не помнишь. Ты был слишком маленький. И ты бежал среди всех вот этих. С хвостиками их было много. Раз, тык, попал. И потом мама забеременела. Чик. И ты вышел в мир. И вот только вдумайтесь. И нам пытаются объяснить, что это все случайно. Как случайно? Если бы я был богом, я бы создал гермафродитов хотя бы, чтобы они хоть сами вот как-то отпочковывались. Но почему мужчина и женщина? Ну почему так сложно надо идти? По какому пути эмутационному надо двигаться? Чтобы раз появились, ну как бы, две особи, совершенно разные, разного пола. Мы даже не можем понять, что такое пол. Это загадка. Что такое пол? Непонятно. Вроде человек и тот, и тот. Но почему они узнаваемы и в то же время разные? Ну как так? И мы действительно разные. И вот даже порой смотришь эти сейчас феминистские разговоры. Я сижу с одной дамой. Хорошей девчонкой. Замечательно. Молодая девочка. Американка. Барбара. И сидит она, вот сейчас это особенно так стало популярно, вот отстаивать там права женщин. Она прям с горящими глазами мне говорит. Вы знаете, Павел, я вам скажу, мы совершенно одинаковые. Мужчина и женщина, ну ничем не отличаются друг от друга. И мужчины порабощали нас тысячелетиями. И мы добьемся того времени, когда мы станем наравне с ними. Я говорю, ее Барбара зовут, но я ее Варечка, так любовно, по-русски. Говорю, Варечка, дорогая, ну мы как бы и равны, и не равны. По правам точно равны. По зарплатам мы должны быть равны, если выполняем ту же работу. Ну, наверное, мы равны. Но с другой стороны, Варя, кто тебе мозги промыл? Говорю, мы не равны. В некоторых вопросах. Она, мы равны во всех вопросах на 100%. Я говорю, слушай, не схожи, огромные предложения. Вот тебе 20 лет. Вот, говорю, выйдет парень 20-летний со мной на ринг, ну, боксом заниматься. То, говорю, вероятно, он мне наваляет, 20-летний. Потому что он крепче, особь, моложе, здоровее. А я уже как бы на посадку иду. Говорю, у меня немножко другая уже физиология. Вот. Но даже при этом, выйдешь ты 20-летний на ринг, и нам скажут там, бокс. Говорю, я тебя завалю прям за 3 минуты. Говорю, я тебе просто на голову руку свою положу, ты не достанешь до меня, Варя. Знаешь почему? Потому что у тебя грудь большие, а у меня их вообще нету. И, да ты, у тебя ручки маленькие, потому что ты особь женского пола. Понимаешь? Ты даже голосом не доказываешь вот так вот. Ну, мы равны, равны, равны. А я говорю, нет. Говорю, почему? Потому что ты женщина, а я мужчина. Вот в этом, говорю, тайна, парадокс. Вообще человечество. Что с одной стороны в правах мы совершенно равны, но физиологически мы разные. И знаешь почему? Потому что тебе промели мозги в твоем институте, что ты производная вселенной, случайная, как крыска, вылетшая из костра. Просто запутались мы где-то в этих процессах косметологических. А на самом деле, Бог сказал, Варя будет девушкой. Она будет рожать детей, она будет беременеть, у нее будут грудь, у нее будет мастит, возможно. Не дай Бог. А я мужчина. У меня будет все другое. Я буду, может быть, грубоват и так далее. У меня, может быть, простатит. Тоже храни, Господь. Чисто мужское заболевание. Мы разные физиологически. И вот когда мы эти две особи, мужская и женского пола, находим контакт в любви Иисуса Христа, за кого Христос умер, когда женщина поймет, что она слаба и нуждается в помечении любви мужа, сильного защитника, и муж смирится, избавится от своего шовинизма и полюбит свою жену, как цветок в квартире, будет поливать его, любить, прощать что-то в чем-то, то, говорю, исцеление придет, могущественное. И это та семья, о которой всегда мечтала человечество. Вы здесь со мной, дорогие мои? И Варечка, будучи хорошей девушкой, согласилась. Хотя, не знаю, хорошо понимала мой русский, но мы переходили на английский иногда. Она по-русски тоже понимает. Так вот, друзья мои, вы знаете, последнюю просто мысль скажу. Профессор Капица как-то в свое время было заседание, я, главное, видел это, не то чтобы видео, но я видел эту стенограмму, она примерно так была. Они рассуждали, ученые советской эпохи рассуждали о мутации, потому что мутация это причина эволюционного прогресса, что типа отпадает какой-то элемент в живом организме, ну, соответственно, потом рождаются особи без этого элемента. И так вот мутация рождает разные виды. Ну, такая философия, хотя не подтверждена совершенно ничем. И вот профессор Капица в советское время задает вопрос. Он говорит, то есть вы хотите сказать, что если отрезать у коров, у всех на земле отрезать порогу, и так делать в течение тысячи лет, то через тысячу лет мы получим однорогих коров. Так? И все ученые говорят, да. Капица говорит, тогда ответьте мне на вопрос, почему мусульмане до сих пор рождаются необрезанными, а женщины до сего дня все рождаются? Загадка. Никто не знает. Потому что Бог так сказал. И поэтому семья это первый вызов теории эволюции. Третье. Полноценная семья. Это самый эффективный способ евангелизации. Полноценная семья, когда есть отец, мать, дети, и они просто способны идти дальше вместе и живут, сохранили себя, это самые эффективные способы евангелизации. Потому что люди наблюдают за нами. Они смотрят, как мы живем. Людям нужны ориентиры. Тебе нужен ориентир. Но когда ты становишься образом, на тебя люди ориентируются. И так мир устроен. Когда мы с супругой куда-то заходим, у нас четверо детей, когда они еще все в доме были, я помню эти взгляды всегда. Ой, что это все ваши? И уже читается, что так, старшие двое, наверное, от первого брака ее, там эти двое от него, еще не уверенность, от общей. Нам всегда приходилось говорить. Я всегда говорил, все мои дети от нее. И они, а, все понятно. Мы просто сохраняя семью, мы сами по себе идем по миру, когда люди начинают чувствовать надежду. Францис Азинский в свое время говорил, «Я проповедую всегда и везде, но иногда использую слова». Ну, сильная штука. Что ты живешь, а люди просто наблюдают. Люди сегодня, они потеряны. Поймите, друзья мои, нам вообще стыдиться нечего. Проповедую Евангелие, нам не надо стыдиться. Это нам навязана опять философия, что как будто бы приглашая в церковь, мы приглашаем в какое-то неприличное место. Почему? Это враг забил твои мозги. Что тебе стыдно, что так прославление поет? Что тебе стыдно за твоих проповедников, кто здесь посыл делает из Библии? Что тебе стыдно за народ, который здесь приходит? Не вот люди зависимые, не алкоголики, не наркоманы, уважают друг друга, покупают друг другу еду, общаются друг с другом. Почему нам должно быть стыдно за церковь? Потому что у людей превратное даже представление о церкви, это первое. А второе, они пережили слишком много негативных эмоций. Но когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь, во что верит твое слово, твоя церковь, тебе бояться нечего. Поэтому спокойнее приглашай людей. Я недавно опять такой пережил момент. Помните, может быть, легендарный дед Затей, я о нем говорил очень много. Такой старожил, мой сосед, прям буквально жил напротив. Дедушка 93 года. В апреле месяце он вышел, снег еще сходил, он вышел в шапке-ушанке, такой бодренький, смотрит на свои владения. И я его заснял на видео, хотел выставить, но что-то вот забыл выставить в соцсетях. Заснял его. И вот этот дед Затей легендарный умер. А я думал, не умрет никогда. Вот на той неделе, раз и умер. И вы знаете, кто я такой? Я простой сосед, обычно живу, ну, дед Затей, смотрю, крышка гроба, дети приехали, я знаю, у него там двое детей, и соседи там пришли, и вот вынос должен был быть. У меня супруга срезала несколько роз и пошла. Пошла, приходит туда чуть пораньше с тещей, ну, прямо напротив дома. А я пока дома копаюсь. Жена возвращается и говорит, тебя ждут там, там без тебя не начинают ничего, выходи давай. Я думаю, я к жене говорю, так я кто? Ладно, я здесь, пастор там хоть какой-то, ну, или друг для кого-то, знакомый, а там сосед. Я сосед, и без меня не начинают. Я, ладно, вышел, перешел дорогу, зашел туда в дом, и вот дети. Во-первых, дети уже тоже старшего поколения, ну, раз 93 человеку, им уж там под 70, за 60. Все разведенные. Внухи, ну, по крайней мере, кого одного видел, разведенные. Я думаю, вот семьи, даже у человека, такого пожилого, живущего в советскую эпоху, должно уже быть вот как-то более стабильно. Вот разведены, дети, внухи, вот все в разводе. Ну, не все, опять же, кого видел. И вот я вышел, я говорю, а что вы меня там ждали? Они, Павел Алексеевич, прям схватились, сделайте что-нибудь. И я думаю, а что я должен сделать что-нибудь? Ну, что-нибудь. И вы знаете, я понимаю, люди сегодня, они даже батюшку не приглашают православного, они даже тамаду деревенского не пригласят, чтобы что-то сделать. И люди, они потерянные. И у меня откровение, люди сегодня потерянные. Они просто по природе потерянные. А мы с вами, все как-то, мы с вами как-то все мудрствуем, как-то все, наверное, не так, не сразу, надо обходить. Да и надо спокойнее говорить людям Евангелие. Наше Евангелие простое. Его можно за одну минуту сказать. Все, Евангелие, во что ты веришь, помещается в одну минуту и меньше. Может быть. Просто. Дорогой мой, ты пришел в этот мир, потому что ты сотворен Богом. Однажды ты умрешь, и будет суд. После суда человек попадет либо в рай, либо в ад. Но, чтобы попасть в рай, нам нужно освободиться от наших грехов. Для этого Бог стал человеком. И умер за наши грехи. Взял мой грех. И поэтому, веря в Иисуса Христа, веруя в Иисуса Христа, я имею жизнь вечную. И хочу жить для правды. Все. Вот, в принципе, много не надо ничего. Вот, короткое, нормальное Евангелие. Тебе нужно спастись и жить для правды. И Господь поможет тебе и в этой жизни, и в вечной. Там мы воскомудрствовать не надо. И вот, дед Затей лежит. 93 года. Там гроб, люди собрались все. И вы знаете, и что интересно, я никто. И они мне говорят, ну хоть что-нибудь сделай. Я говорю, ладно, хорошо, выносите сюда, поставьте сюда. Там говорю, вот выйдите сюда. Мужчины пусть там встанут. Здесь пожилые люди здесь. Сейчас будем прощаться. Я за три минуты все разрулил, и речь надо сказать. Я думаю, на правах кого я даже речь-то буду говорить. Я не сват, не брат, не никто. Вот просто стою вот здесь и все. Сосед. Я так и говорю, на правах соседа, я хочу сказать. Говорю, дядя Затей прожил долгую жизнь, но при этом нелегкую жизнь. Он застал тяжелые годы, довоенные, потом военные годы был подростком. Потом прошел советскую эпоху. И говорю, человек, наверное, прожил непростую жизнь. Но говорю, он смог воспитать детей и наверняка принял Иисуса Христа как спасителя. И если принял, тогда за что нам переживать? Сейчас не он, сейчас только его тело лежит здесь, как наша одежда. Он уже с Господом. И говорю, в откровении сказано, в том царстве не будет боли, печали и не будет смерти. Даже смерть миновала. И, наверное, мы все хотим в это царство. Ну, примерно такими словами я что-то сказал, смотрю, народ, ну хоть бы кто-нибудь, вот народу было человек сто, хоть кто-то бы противился. Все внимательно слушают. И я понимаю, ребята, мы проповедуем больше образом, чем даже словами. Образ твой, сам собой. Думаю, почему они меня ждут? Да потому что они видят всегда мою жену, они видят детей, они видят, что куда-то по воскресеньям я уезжаю. Куда-то, наверное, в секту. Но потом смотрят, возвращаются опять довольные. И дети такие же. Раз ребенок один женился, вернее, вышла замуж сначала, потом женился второй ребенок. Люди наблюдают. Друзья мои, постарайтесь жить в образе. Это нелегко, но всегда можно исправить. Главное, чтобы ты поднимался на один раз больше, чем ты упал. И тогда все будет хорошо. Исайя 51 глава, 2 стих. Господь через пророка говорит. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, благословил его и размножил его. Смотрите, пророк уже даже не знает, что сказать. Он просто говорит. Ну, посмотрите вы тогда на Авраама и на Сару. Ну, просто глаза зафиксируйте на ком-то, если вы закачали жизнь. Потому что я призвал его одного. Потом говорит, и благословил, и размножил. И отсюда вот последний, четвертый пункт. Семья – это залог настоящего счастья. Человек счастлив только в группе людей. Он не может быть иначе счастлив. Не может. Он может завоевать весь мир, но душе своей повредить. Поэтому только близкие люди делают его счастливым. И он сам актор этого счастья. Так вот, если ты прожила с одним мужем, даже если он племянник дьявола, но ты смогла терпеть его, смогла как-то подстроиться под него, этот человек проживет с тобой, и потом сама жизнь вознаградит тебя. Потому что с тобой живет не подружка и не друг, а твой муж или твоя жена. Потом твои дети. Они тоже являются твоим окружением. У меня теща с тестем прожили вместе 62 года. 62 вместе. И тоже жизнь была нелегкая. Но теща, она видит, у нее есть ее дети, не чьи-то чужие. С ее мужем дети. Да, муж ушел на небеса, ушел от коронавируса. Но она ощущает, что ее окружают. Живи, не с новым мужиком живет, и у него другие дети, которые пытаются квартиру отнять, а внуки отжимают уже чего-то здесь. Очень все сложные процессы. Поэтому семья – это залог настоящего твоего счастья. Особенно через годы. И моя мама 40 лет боролась с алкоголиком. Боролась за него. И когда он пришел ко Христу, мой отец, 12 лет последней своей жизни, она жила с настоящим, вот романтичным человеком. И через некоторое время они расстались. Оба на небесах сейчас. Но я смотрел и видел, что последние годы моя мама была счастлива. И счастлива, потому что все-таки в борьбе не сдалась. Друзья, я хочу закончить последней просто молитвой. Вы знаете, в жизни все бывает. Я рисую идеальный образ. К идеальному образу надо стремиться. Не у всех будет идеальный. У кого-то уже были нарушения вот в этой дороге. У кого-то были уже сбои в этом турбулентном полете. Но что делать? У нас всегда есть еще время. Сейчас опять взяться. Сейчас снова вложить силы в то, чтобы моя семья была светом. Просто соединиться, что мы будем вместе бороться в этой борьбе. Вот вместе будем смиряться перед Богом. И любая борьба, она окупит себя. Давайте поднимемся и будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!